я очень кратко пройдусь по результатам этого исследования если кому будет интересно кто захочет более подробно изучить у нас на сайте выложена полный текст этого исследования и начать наверное хочу с самого основного что почему мы как бы подошли к этому исследованию первую очередь мы хотели проанализировать уровень устойчивости краснодара кризисным явлением в прошлом вот и определить особенности краснодара способствующих выходу из текущего кризиса немаловажный момент с которого хочется начать что текущий кризис он существенно отличается по природе от предыдущих кризисных явлений поэтому как бы самые основные шаги которые закладываются для выхода они имеют под собой немножко другую подоплеку но начну я наверное не с краснодара вообще ситуации в россии целом даже не в россии в мире да у нас есть несколько базовых сценариев выхода из пандемии самый оптимистичный сценарий это быстрое восстановление то есть это временный спад в развитии мировой экономики быстрое снятие ограничений в течение ближайших полутора двух месяцев и экономический рост долгий кризис спад мировой экономики который продлится достаточно долгое время лечение будет доступно лишь в отдельном перспективе и все будет как бы печально это пессимистичный сценарий и на самом деле на на самый реалистичный сценарий что мы будем жить в где-то год в коронавирусе у нас будет достаточно скачкообразное движение экономики и социального развития и этот именно сценарий вот на наш взгляд наиболее реалистичный именно вот год коронавируса мы закладываем как основу и что что сделать необходимо краснору для того чтобы выйти мы проанализировали так как у нас была возможность как в день алексеич отметил мы разрабатывали стратегию углубиться в историю выхода краснодара из кризисных явлений мы проанализировали выход из кризиса 2008 года 2014 года посмотрели каким образом город развивался в последние три года и основной вывод из к и из экономики из экономического комплекса можно сделать такое что как я уже говорил кризиса имеет другую природу он очень сильно ударил по потребительской сфере порядка 45 процентов доли вот розничная там оптовой торговли в базовых отраслях экономики города краснодара это с одной стороны плохо с другой стороны хорошо потому что в данной в данном кризисе как раз таки потреб сфера она будет локомотивом будет восстанавливаться первее всех поймем всего прочего порядка 40 процентов в экономике города на данный момент уже доля промышленности в базовых отраслях экономики и большое количество предприятий с конечным потреблением то есть мы Мы самодостаточные как город, как столица Краснодарского края с диверсифицированной экономикой, поэтому есть все предпосылки с точки зрения экономики выйти нам на нормальную жизнедеятельность после пандемии одним из первых. Но об этом поговорим дальше. Следующий фактор немаловажный, а на самом деле может быть даже часто являющийся основным в подобных ситуациях, это эффективность городского управления в Краснодаре. С 2019 года в Краснодаре применяется проектное управление. В стадии различной реализации находится порядка 10 объектов муниципально-частного партнерства. Город активно двигается в направлении развития умного города. И вот если вы посмотрите на слайды, бюджет, который с 2007 года по 2019 год, в 2008 году был небольшой профицит. И мы увидим в 2019 году большой рост этого профицита, говорит о том, что собрана подушка безопасности и городское управление направлено именно на тот фактор, который... То есть эффективное городское управление, не желая и не предвидя таких вот кардинальных изменений, на самом деле было изначально готово к подобным каким-то изменениям экономическим. Следующий фактор – это развитие социальной транспортной инфраструктуры, состояния городского пространства. По итогам 2019 года Краснодар занял первое место как самый комфортный и доступный для жизни город в России. Это, безусловно, влияет на самую основную ценность города Краснодара – это человеческий капитал. Безумное количество всех преобразований в социальной, в транспортной инфраструктуре, которые происходили за последние годы, дают непосредственно базу для того, чтобы Краснодар чувствовал себя более комфортно, чем другие города России. Евгений Алексеевич правильно заметил о том, что помимо российских федеральных мер, краевых мер, которые уже неоднократно отмечались на территории Российской Федерации своей скоростью, мы не говорим о том, что они там уникальные какие-то были приняты, но скорость принятия решения на краевом уровне тех или иных мер и следом муниципальной поддержки, как отдельных мер в рамках поддержки бизнеса и населения – это немаловажный фактор, потому что скорость, быстрота и качество реализации тех мероприятий, которые закладывает администрация, городская дума и, в принципе, руководство края и города Краснодара, оно является основной базой для того, чтобы быстро выйти из этой ситуации. Уже неоднократно говорили, что город, я просто уже не знаю, раз, наверное, 20 или 30 об этом сказал за последний год, что город имеет у себя стратегическую базу развития, одновременно разрабатываются, разработаны и принимаются фундаментальные документы с точки зрения развития, это стратегия социально-экономического развития, это и программа комплексного развития транспортной инфраструктуры, это и генеральный план, который сейчас очень быстро уже говорил про скорость, было принято решение и, не затягивая сроки его принятия, переходит в онлайн-обсуждение. Это очень важный фактор для инвестора, потому что как раз-таки видеть Краснодар на инвестиционной карте России, я повторюсь, что в стратегии пространственного развития Российской Федерации город Краснодар, именно как столица Краснодарского края, выбрана как точка роста. Это немаловажная базис, от которого нужно отталкиваться. Мы посчитали проекты, которые заложены в ближайшие перспективы на территории города Краснодара, инфраструктурных проектов более 400 миллиардов рублей, инвестиционных проектов более 250 миллиардов рублей, говорит о том, что у нас есть база для инвесторов, как внутренних, локальных, которые находятся на территории Краснодарского края, так и тех, которые приедут к нам с других городов России, с других городов, когда откроется, конечно, граница городов мира. То есть у нас есть вся база для того, чтобы развиваться и развивать город. И в заключении основных выводов, к которым мы пришли по результатам этого исследования, это там четыре основных базиса, на которых стоит успешное развитие и подтверждение факта, что Краснодар является один из лучших городов для инвестиций в ближайшем будущем, что, безусловно, поспособствует устойчивости его и быстрому выходу из крестной ситуации. Безусловно, это активно развивающаяся экономика города, диверсификация экономики в область производства. Это производство с конечным потреблением, это креативная индустрия, креативные кластеры, это эффективное городское управление, включая своевременное и быстрое реагирование на все проблемы, которые возникают на территории города Краснодара. Я уже говорил о том, что самое богатство города Краснодара – это кадры. Соответственно, сосредоточение основных кадровых ресурсов, высокоинтеллектуальных на территории города дает возможность любому инвестору принимать положительное, верное и, самое главное, быстрое решение для вхождения на территорию города. Ну и немаловажный фактор во все времена, на которые инвесторы обращают внимание, это взаимодействие города с краем по различным вопросам, в том числе привлечение и поддержки инвесторов по развитию агломерации, которая способствует гармоничному развитию города с учетом различных спектров этой кадровой, инфраструктуры, транспортной системы и так далее и тому подобное. Вот эти четыре основных фактора, которые, на наш взгляд, являются основополагающими для того, чтобы сделать единственный, наверное, направленный выбор, что Краснодар одним из первых выйдет из ситуации, в которую мы попали в глобальном масштабе. И все для этого выхода у нас есть.